Всем привет! Давайте посмотрим новую игру в жанре хоррор под названием Элдербаль. Так, нажмите кнопочку для продолжения, сейчас нажмем и будем смотреть, что же здесь такое будет страшное. Ух ты, какое интересное менюшко, такая симпатичная девица. Давайте сразу заглянем в контроль, что тут у нас есть в принципе. ВСД, E, фонарик F, ну стандартная раскладка клавиатуры, давайте будем же скорее играть. Так, а что вот здесь? Здесь настройки чего-то, пазлы будут нормальные или нет, посложнее можно выбрать. Но, наверное, я все оставлю как оно есть, нормальное, и нажимаю играть. Так, здесь, по идее, сейчас будет какое-то видео. Ага, точно. Сразу скажу, в игре нет русского языка, один английский, поэтому будем играть методом тыка. И также разберемся, что и как в игре и в этом видео. Так, девица проснулась, и, походу, едет в поезде куда-то. Едет одна. Куда она едет, а? Интересно знать. Можно пропустить все это, но мы, конечно, посмотрим. Вот она вышла на станции какой-то, и куда-то пошагала. Смотрите, здесь какой-то поселок, поселок абсолютно пустой, не видно никаких местных жителей, и она решила куда-то прогуляться. Куда ее понесло? Известно только одному разработчику. Какой-то мрачный туннель. Куда-то собралась, дурочка, не ходи туда. И явно там что-то нехорошее. Ну и... Все. Это и было маленькое видео перед самой игрой. Так, здесь огромный особняк, и, похоже, он горит. Или, может, не горит, не знаю. Так, что, нажимаем Spice, и продолжаем игру. Точнее, не продолжаем, а начинаем. Или нажать кнопку E. А, вот как можно было. Смотрите, можно было нажать E, и что-то проклацать. Но тут, повторюсь, все на английском, поэтому не буду читать. А ждем загрузку, и начнем все-таки играть. Не терпится посмотреть, что же в этой игре такого. Вот я появился, наша героиня, симпатичная дама. Графика, в принципе, приятная. Нажал таб, показывает жизнь и M-карты. Но M не нажимается, скорее всего, карты у меня еще нет. Взаимодействие с предметами есть. Но что тут написано? Я не знаю, я в английском языке так поверхностно соображаю, поэтому, сорри, друзья, мы будем играть методом дутайкали. Тут что у нас, какие-то записки, все непонятно. А это... А, вот я и взял карту, отлично. Теперь у меня есть карта. Давайте на нее посмотрим. Карта хорошо видна, где находится персонаж. Ну, и теперь буду смотреть, что же тут, какие двери можно открыть. Эта дверь закрыта. А тут что у нас там, можно что-нибудь посмотреть или взять. Клавиатура, какие-то бумажечки, вот они. А здесь про студентов что-то сказано, 56, 23, какие-то цифры. И надо бы их запомнить. Вдруг пригодятся. Ничего я не нашел пока. Ну, пойду в эту дверь, когда-то похожу. Ух ты, я думал призрак. Чуть был, не испугался. Так, карта классная. Видно, по каким комнатам мы бродим и какие двери будем открывать. Здесь вроде ничего в этой комнате не вижу пока. О, тут у нас свеча горит. Это спички. А тут записка. Так, в записке написано что-то про класс 102. И вот эта штучка. Давайте часы попробую ввести те цифры, которые я видел. Ну да, конечно же, то не то, о чем я подумал. То не код совсем. А вот нужно сходить в комнату 102. Там что-то будет. Так, где эта комната 102? Шкаф нельзя с книгами. Трогать. Ого, какой огромный коридор. Ну, давайте будем по очереди ходить тогда и смотреть все комнаты. Начнем со 101. Главное, что-нибудь... Ух ты, ё-моё, что это было? Так, я нашел какой-то токен-монетку для чего, не знаю. А, походу, спички нужны, чтобы зажигать вот такие свечи. Ага, вот она дверь, еще одна. Это что за комната? Мрачно в этом месте, конечно. Тут какая-то инструкция. На нерусском языке. Так, ладно. Хватит ржать. Это все-таки хоррор. Сейчас чем-нибудь выскочит и будет страшно. Ой, опять вошел в тот большой коридор, в начальный. Нет, туда мне не надо. Я пока пройдусь здесь, все смотрю. Еще одна монетка. Для чего же эти токены нужны будут? Что-то очень интересное. Здесь темно. Сейчас свечку запалим. Во, стало посреди. А вот она и комната 102. Как же туда попасть? Не знаю, пойдем в сортир пока сходим, посмотрим, что там. Надействует, ничего страшного не будет. Какой-нибудь монстр не выскочит. Пока тихо. Нет, взять ничего нельзя. А в этой комнате что? О! Смотрите, проход. Ладно, сейчас посмотрю. Раковины эти. Вроде ничего тоже не заметил. Пойду я тогда в этот проход. О, я попаду в ту комнату, в которую не могу попасть по-другому. Ух ты! Как здесь все мрачно и темно. Так. Че там такое? Смотрите, там какой-то друг. Ух ты, ё-моё! Напугало. Блин. Маленький нежданчик, как говорится, в туалете. Фу. Ой, не туда пошел. Так, тут что у нас? Ведро с чем-то летал с кровью. Здесь ничего. А куда же это попал? А, вот, смотрите, как классно. Я вышел с той стороны и попал вот в 102 комната. Да, вот сюда мне нужно было прийти. Как раз было написано, что это просто в 102 комнату. Так, это я взял спички. Тайм. И скей. Время, это ключ, что ли? Так, а здесь какая-то болтология. Не понял, там кто-то стоит, что ли? С кем-то мы разговариваем. Ладно, о чем они говорят, я не пойму все равно. Поэтому быстренько проклацываю. Очень жалко, что в игре нет русского языка. И игра интересная. Я вот немного поиграл. И уже на меня затянуло. Я думаю, я постараюсь ее пройти всю. Такая лучшая традиция хоррора. Вот. Часы. На часах без пяти 12. 23.55. Такое мрачное окружение, звуки. Ну, в принципе, все как должно быть в хоррорах. Где же эти часы, а? Не здесь, по-моему. Где? Вот в этой комнате. Что-то я уже заблудился. А, вот они точно. Ну, попробую ввести 23.55. Надеюсь, получится. 23.55. Да! Получилось, а? Как легко получилось разгадать код. Свечку зажечь надо. Ну и... Здесь прохода нет, только... Получается... Вот тут проползти надо, наверное. А там что-то... Кровище. Ух ты! Кто его повесил? Ну, нам он ничего не скажет, кто его повесил. Сам или кто-то, неизвестно. Так, а вот он ключик первый. Куда только его теперь применить. Ух ты! Че было? Не понял. Какого хрена теперь он упал? Жутковатое место. Ладно. Надо идти. Теперь искать дверь, которую можно открыть этим ключом. О! А если... Так, я же вначале заходил вот сюда. Туда была дверь закрыта. Может, оно есть? Да! Класс! Отлично! И куда я пришел? Непонятно. Хотелось бы найти какое-нибудь оружие, что ли. Есть ли тут вообще оружие? Будут ли какие-то противники? О! Ящички. Так, в ящике еще один токен. Для чего нужны эти токены? Пока не знаю. Ну, раз они валяются везде, значит, не пригодятся. Взял опять спички. Почему у меня 80 хп? А! Меня же в туалете напугала какая-то гадость. Угу. И смотрите. У меня показаны спички и три токена. Что за звук какой-то нехороший? А это что у нас за комната? Посуда не мытая, похожая на кухню. Записка. Икроволновка, что ли? Смотрите, холодильник стоит. А что тут в холодильнике? Ага, я взял замороженное мясо. А нафига нам замороженное мясо? Не знаю, зачем. Комнат пока прошел немного. А тут еще, судя по карте, исследовать и исследовать. Ух ты. Не понял, там же только что никого не было. Кто там появился? Да что за нафиг тут творится в этой игре, в этом месте. Здесь столовая, походу. Кушали они. О! А это я вышел во дворик. Смотрите. Качели. Еще токен. Тут какие-то бумажки на клеены. Объявления. О! А там походу в будке собачка. А ну-ка. Сейчас посмотрю, в мусорке поковыряюсь. Ничего нельзя, ковырится. Точно, собачка какая-то иностранная. Так, что тут пишется? У собаки ключ. А у меня есть замороженное мясо. Мясо не хочет ложить замороженное. А, точно. Надо его попробовать разогреть. Ух ты, скотина, блин. Ля, грозанула еще. Сейчас посмотрю эту дверь. И, насколько я помню, там где-то была вроде похожая на микроволновку что-то. Пойду разогрею сейчас. Так, надо осмотреться повнимательнее, чтобы ничего не пропустить. А что тут-вот подсвечивается? О, друзья мои, я нашел как сохраняться. Подходишь к этой штуке, картине и сохраняешься. Ладно, сохранились. Это уже хорошо. Сейчас пойду посмотрю. Вроде тут была микроволновка. Если с мясом это не сработает, тогда я вообще не знаю, как тот ключ взять. Вот той псины. А, где? А, вот микроволновка. Смотрите. О, сработало. Офигеть, а. Все легко и просто оказалось. Нужно было мясо разогреть. Собака, зараза, не захотела замороженное мясо есть. Офигеть, а. Это неправильно. Обычной собаке кинешь замороженное мясо на его и так съест. Особенно если какой-нибудь дуровой. А тут на тебе. Давай, разморозь, поджарь. Так, иди сюда. Собачка, будешь кушать? Ну-ка, давай попробуем. О, все отлично сработало. Смотрите. Да и ни хрена себе, это не собака. Это какая-то непонятная хрень, а. Лучше от него быстрее смыться. Итак, друзья, я получил ключ. Еще один. И теперь будем искать, что им открыть можно. Вот здесь вроде ничего. Попробую эту дверь. О, сразу попробовал и получилось открыть дверь. Так, что у нас тут? О, это что еще за хрень такая идет? Медсестра какая-то, что ли? Смотрите, там какая-то медсестра зомби. Так, она пошла. Теперь как мне там пройти? Что делать-то, а? Нужно понять, как она ходит. Ух ты, ее липали, по-моему, она сюда идет, надо смыться. А, не, подождите, она вроде развернулась. Да, она развернулась и пошла туда. Она кругом, что ли, ходит? Пойду за ней потихонечку. О, там что-то светится, надо забрать. Ух ты. Она, походу, меня увидела. Ой, твою мать, она коцнула меня, а? Злая медсестра, а? Так, а это что такое? Это лечилки. Нифига себе. Лечилки это очень нужная вещь в игре. Так. Э! Ты что тут тарабанишь? Опять взял спички, три штуки. Так, в ту дверь я не пойду. А что у нас в шкафу? В шкафу еще один токен. И я появился в самой дальней комнате. А ну-ка туда пройдем. Нет, здесь закрыто. Здесь тоже нигде не пройти. Ну, остается один проход, там медсестра злая. А тут что у нас? Опять свечка. Токен. И вроде пока больше ничего не вижу. Блин, там стена замурованная. А тут, смотрите, сколько свечек-то. Так, так, тихо-тихо. Токен. Ой, блин! Смотрите, медсестра нафиг пришла. Ай, да что ж такое? Вон токен еще вижу эти. А, нет, это спички. А, она меня увидела. Куда идти? Блин, тут не могу зажечь. Ай, ты тихо, Коцый. Так, назад идти тоже нельзя. Там другая медсестра. Блин, да отвалишь ты. Вот дверь была. Так, здесь где-то проход скорее все должен быть. Ну, твою мать, скотина. Убила меня. Ты хадина. Ай, друзья мои, ну что я скажу. Очень интересная игра, понравилась мне однозначно. Поэтому поиграю еще, посмотрю все-таки, как и что здесь. Так, мне интересно пробежать мимо медсестры и посмотреть, что же будет дальше. Игра очень затянула. Вообще, ну это лично мое мнение, но я очень доволен данной игрой. Так, что нам тут теперь посмотреть? У нас 75% ХП. А, это же я теперь появился. Заново, вместо момента сохранки. Теперь мне нужно покормить собачку. Ага, все понятно. Что-то я кругами забегался. Блин, там же собака, зачем я туда пошел, к ней? Мне же нужно в микроволновку пойти сунуть мясо, поджарить, видели? Собака не хочет есть сырое замороженное мясо, офигеть, а? Давай ей жаркое. Ладно, пойду разморожу второй раз. Причем мясо размораживается в микроволновке, которая не крутится, видели? Ну ладно, это мелочи, что к мелочам приныряться-то? Это совсем уже действительно мелочи. Все, быстренько кормлю собаку и пойду разобраться с той медсестрой. Тузик, на мясушко, иди кушай. Хорошая псина или что-то такое, вообще непонятно, что это за зверье. Невиданное какое-то зверье. Все, теперь тогда пойдем в ту дверь. А что тут еще у нас, а? Кстати, я сюда не хотел. Здесь что? Здесь закрыто. А, смотрите, тут я вышел на первый этаж. Давайте сразу пробегусь, посмотрю, наверное, что тут у нас на втором этаже. Здесь ключ нужен. Закрыто. Здесь тоже закрыта дверь. А вот тут открыто. И я в какой-то комнатке опять появился. Здесь, знаете, токен, спички. Ну, не зря пришел, по крайней мере, нашел что-то полезное. Здесь картина, цветы. Короче, все мрачно. И никуда не пройти. Так, что же мне делать? Ну, делать мне теперь нечего, как идти только к медсестре. Остальные пути вроде все как бы у меня закрыты, наверное. Сейчас посмотрю по карте, что тут куда. С часами я выполнил, с собакой выполнил. Ну, ладно. Была не была, пойдем еще раз к медсестре сходим. Только теперь осторожненько. Сейчас сохранюсь сразу. Вдруг, если она меня убьет, хотя бы собачку не придется кормить. И теперь я знаю, что здесь она ходит кругами. Вот опять и видео вставочка небольшая. Сюда такая стрёмная медсестра. Но, давай-ка покажи, как ты ходишь. Она идет вот кругом. Сейчас вокруг столов. И обратно туда, к себе. Тихо-тихо. На меня только не вздумай меня заметить. Осторожненько. Вот, пока она туда пошла, надо быстренько схватить хилку. Все, хилку я схватил. И пойду сейчас за ней прогуляюсь, посмотрю. Может, что-то здесь еще найдет. Да, смотрите, токен. И, похоже, вот еще одна хилка. Давай-давай, шагай мимо. Все, она меня не заметила. Да, тут не надо бегать, а показываться ей на глазах. Будет все нормально. О, опять она стучит. Заберу спички. Тут тоже что-то вроде лежало. Ага, токен. Здесь дверь, насколько я помню, закрыта была. Тогда шагаем в эту дверь. Там сейчас тоже будет ходить этот призрак. Или не призрак, или фиг узнает кто это. Как это чудо невиданное назвать. А что, если закрыть за собой дверь? Может, она тогда не придет? Токен. Свечки обязательно зажигать, интересно или нет? Нифига. По сюжету она все равно идет, смотрите. Ладно, пускай она себе идет. Я сейчас аккуратно буду ползать, чтобы она меня не засекла. Блин, походу засекла. Может, надо вообще фонарики не включать? Ой, блин. Тут тупик, ну нафиг. Ай. Ты заколебала, говорю. Тут же надо собрать все еще токены как-то. Спички. Ой, ты нахрен, а? Отстань. Спички. Да еле-пали, а? Покоцало. Так, тут что? Двери? Ой, ты все-все-все-все. А ну тебя... Ой, нафиг, не туда я пошел вообще. Да еле-пали, уже заблудился. Покоцало всего, а? Сейчас, если здесь нет выхода, то опять она меня убьет. Нет, все-таки... Все-таки я от нее убежал, а? Во, гадина прицепилась. Так, а тут что за комната? Темно. Какой-нибудь фонарик в руке или свечку. Ну вообще ходишь, ничего не видно. Ой, где я нахожусь? А тут у нас что? Здесь проход. Смотрите, лестница ведет вниз. И тут что, дверь? А, нет, здесь шторки. Здесь еще не был тоже в этой комнате. Так, это что у нас тут? Блин, что за звуки? Во, фонарик, а? Офигенно. Вот это вообще класс. Теперь у меня есть фонарик. Так, а как им пользоваться? А, токен. Просто идешь... Ой, я еще ачивку получил. Смотрите, 10 токенов сорвал. Нажимаю кнопку на мышь, и она прицельно светит. Это куда я пришел? А, не знаю, я эту комнату. В этой комнате я уже был. Ну что, тогда, наверное, в подвал сходить. Посмотреть, что там будет. Ну, чувствую, там, наверное, что-то будет нехорошее. О, у меня 15 хп, полечусь. 20 хп дает одна микстура, да? Блин, вообще как бы мало. Очень мало. Не, что-то мне пока в подвал идти неохота. Как-то там темно и страшновато. Пойду-ка я еще полажу по первому этажу, осмотрю все. Может быть, что-то найду еще. А потом тогда пойду в подвал. Мне надо хотя бы хп пополнить. Только чем его пополнять, теперь я съел две лечилки. Так, куда же мне идти, что-то я уже запутался. Наверное, мне идти туда. Туда. Блин. Надо было не туда идти. Здесь дверь проверил заодно. Тоже ничего не... Не туда я пошел, а? Еле-ли-пали. Зря зашел в эту комнату. Вот, сюда мне нужно было идти, скорее всего. Да, точно. Но тут тоже медсестра. Но это... Что-то ведь нету. Это не опасно, как бы. Вот. Сейчас как раз я подойду к сохранке. Где моя сохранка? Вот, сохранка. Нужно сохраниться. И немного пробегусь, посмотрю. Может, что-то где-то откроется. У меня же ключ есть, которым я еще не пробовал одну дверь открыть. Сейчас я постараюсь найти. Вдруг смогу туда пройти. Вот там прямо должна быть дверь, которую я не открыл. Кто же тут? Непонятно, разговаривается мы, а? Вот. Вот эту дверь попробую открыть. Ах, нифига. Эта дверь закрыта, и она не открывается. Ну, тогда, получается, все-таки, наверное, если не ошибаюсь, я на первом этаже обошел все, пока что можно открыть. Значит, придется все равно идти в подвал. Ну, тогда, наверное, пробегусь еще по первому этажу, посмотрю вдруг что-то где-то. И пойду сохраняться и в подвал. Так, вот последний в этой комнате должен быть проход, который у меня не открылся. Ага, он закрытый. О! Здесь картина. Это особняк, похоже. Может быть... Не, на втором этаже я уже был. Ничего здесь тоже не открывается. Все, друзья, мы тогда иду, сохранюсь. И на этом свою первую серию этой игры я буду заканчивать. Игрушка мне очень понравилась, интересная. Есть поиск необходимого, всякие секреты, непонятные головоломки, жуткая обстановка. Ну, все как во всех традициях хоррора. Так что, всем спасибо за просмотр. Под видео оставляйте ваши комментарии и пожелания. Ну и все тогда. Пока-пока. Пока-пока.